Ну что, начнем. Кто не знает, меня зовут Сергей Мартынец. Я нахожусь сейчас в квалификации младшей лидер группы. И сегодня мне выпала честь рассказать вам о замечательном инструменте в маркетинг-плане компании LR. Это действительно отличный инструмент и, наверное, самый важный продукт, который есть в нашей компании. Поэтому сейчас мы постараемся подробно его разобрать. Хочу сразу сказать, что весь маркетинг-план не получится в течение этой школы проштудировать. Это можно сделать только на Академии младших менеджеров. Поэтому у вас есть отличный шанс узнать еще лучший маркетинг-план, если вы квалифицируетесь на Академию, которая будет 22 июня в Киеве. И Томас Херсон будет по полочкам раскладывать весь маркетинг-план. Сегодня я постараюсь дать базовые вещи, те, которые нужны вам для того, чтобы понимать, о каких деньгах мы говорим, и чтобы вы могли объяснить своему новичку возможности нашего маркетинг-плана. Итак, начнем. Хочу сразу сказать, что компания LR – это та компания, которая меняла несколько раз маркетинг-план, но всегда она его меняла в лучшую сторону. Зачастую компании меняют его в худшую сторону, у нас же все по-другому. И здесь вот можно проследить, какие годы, как компания какие-то бонусы добавляла. Это все есть в нашей брошюре. Можно здесь посмотреть, можно увидеть, что несколько лет добавлялись бонусы, и на сегодняшний день в компании LR бонус составляет 43,7% выплат. Они делятся на несколько категорий. Сегодня мы основные категории разберем. Итак, у нас есть… Первый бонусом сложно назвать – это торговая наценка 40%. И это то, что позволяет нам зарабатывать сразу же. Вот это пункт А, да, вот здесь вот я указочкой покажу – это торговая наценка. В компании LR торговая наценка составляет 40%. Это очень хорошо. И, ну, если сравнить с другими компаниями, то я не говорю, что у всех маленькая наценка, но у нас очень такая достойная. Следующий вид бонуса – это уже те бонусы, которые начисляют нам компания за оборот. И вот сейчас мы разберем первые 5 бонусов, да, остальные мы пока не будем трогать, потому что это более сложные вещи, и в рамках этой школы не получится их огласить. Итак, начнем с первого бонуса – это бонус личного оборота. Прежде чем прийти к этому бонусу, я хочу сразу же объяснить вам, что такое SP и BO. Скажите, пожалуйста, все ли знают, кто в этом чате, что такое SP и что такое BO? Вот такие вот нехорошие слова, на первый взгляд. Поставьте, пожалуйста, плюсик, да, кто знает. Отлично, отлично. Я смотрю, многие знают, но не все. И минус, кто не знает. Есть такие? Все-таки я вижу, есть люди, которые не знают. Смотрите, у нас есть такое понятие SP, это специальный пункт, он же BAL, он же PV, по-разному его называют, но в нашем маркетинг-плане это специальный пункт. Далее мы будем руководствоваться BAL. То, что я буду говорить BAL, это вот как раз есть этот SP. Есть такое понятие BO, это бонусная основа. И если вы обратите внимание, здесь я сделал скриншот с нашего интернет-магазина. Да, вот у нас есть парфюмированная вода Брюс Иллис, и у нее есть цена 318 гривен. В эту цену входит уже ПДВ, да, и есть 38 SP за эту воду и 265 BO. Вот BO это бонусная основа, то есть это цена без НДС. Ну, мы живем в Украине, да, и компания должна, ну, компания работает полностью легально, поэтому некоторая сумма идет в государство. Вот, поэтому вот это вот BO, это основная такая вот единица, на которую нам начисляются вот эти вот SP, баллы. Вот, ну, дальше я вам объясню, вы поймете. Итак, я возьму пример, тот же Брюс Иллис, та же парфюмированная вода. Допустим, вы купили ее по цене 265 гривен плюс НДС. И если посмотреть, вот здесь вот как раз скриншот нашего прайс-листа, то здесь можно посмотреть, да, у нас есть объем 50 миллилитров, SP 38 баллов за эту воду, BO 265 гривен, то есть бонусная основа 265 гривен. Но мы платим 318, потому что мы должны оплатить еще НДС. И продать мы можем эту туалетную воду по цене каталога, вот здесь она написана, цена продажи, 445 гривен. Получается, с продажи одной туалетной воды мы можем заработать 127 гривен. Ну, такой, в принципе, неплохой доход, как мне кажется, с одной продажей можно заработать вот такие вот деньги. Вот. Самое главное, что SP баллы определяют процентный уровень, на каком проценте вы будете находиться. Об этом я чуть позже скажу. И процентный уровень, умноженный на бонусную основу, это как раз будет приравниваться вашему бонусу. Сейчас мы рассмотрим примеры, и вы это все поймете. Итак, давайте возьмем такой пример. Это будет бонус за личный оборот. Вот. Допустим, вы купили себе товара компании ЛР на 250 баллов. Это составляет 1625 БО, то есть бонусная основа 1625 гривен. Если посчитать с НДС, то за это вы отдали почти 2000 гривен. То есть на вот эту сумму, на бонусную основу насчитаются баллы, это как раз 250 баллов. Есть вот такая вот табличка, и эта табличка, вот если вы обратите внимание, да, за 250 баллов вам начисляется 3%, то есть вы выходите на уровень 3%. За 500 баллов, товарооборот 500 баллов, вы выходите на уровень 6%. И так далее, до 12000 баллов, там вы на уровне 21%. И в нашем примере, если посчитать бонус, посчитаем его просто. Нужно вот это БО, да, то есть бонусную основу гривен, умножить на 3%. В нашем случае это выйдет 49 гривен. 49 гривен вы получите от сети в этом случае. Я здесь не беру наценку ту, которую вы можете получить при реализации этой продукции. В нашем случае мы рассматриваем только вот этот вид бонуса. В принципе, если вы эту продукцию продадите, вы сможете заработать еще там порядка 800 гривен на рознице. Конечно же, нужно, всем хочется подняться по этой лестнице быстрее, это своего рода марафон. Все хотят быстренько выйти на 21%. И понятно, что в одиночку сложно выйти на такие обороты, поэтому наша задача делиться этой возможностью и подключать людей. Таким образом мы делаем оборот нашей группы. Итак, посмотрим дальше. Следующий, как раз вот второй бонус, это групповой бонус или разница групповых, ой, бонусных процентов. Это уже более интересный бонус. Сейчас я покажу вам вот такую вот лестницу. Это наша карьерная лестница, вернее первая ее часть до 21%. И что здесь можно увидеть? Когда ваш товарооборот 250 баллов, вы на 3%. Это та же табличка, но она вот здесь показана вот таких вот, на такой шкале. На определенном уровне на 14%. В нашей компании это называется младший менеджер, если вы выполняете некоторые условия. А условия это 250 личных баллов плюс 3 бонусных линий. Бонусная линия это та линия, то есть тот ваш партнер, который делает минимум 250 баллов оборота. Или личного, или группового. То есть он выходит по этой шкале уже на 3% минимум. Вот есть такое условие. Знаете, наш маркетинг план, он рассчитан как раз вот на широкую первую линию. И поэтому, если вы обратите внимание, здесь вот везде будет увеличиваться до 12 бонусных линий. Поэтому здесь вот не пройдет такое, что вы подключите одного человека или двоих. Они будут делать большой оборот, а вы с этого будете зарабатывать хорошие деньги. Да, деньги будут, но не будет квалификаций, не будет автомобилей и, ну, в принципе, не будет бизнеса хорошего. Будет бизнес у тех людей, кто под вами делает эти обороты. Итак, сейчас я покажу вам пример, как можно посчитать этот вид бонуса. Посмотрите, здесь вот такой пример. Это может быть буквально на следующий месяц в вашем бизнесе. Допустим, вы подключили четверых партнеров. Каждый из этих партнеров сделал личный оборот 1500 баллов. Каждый. И вы лично сделали также 1500 баллов. Если посчитать суммарно, вы сделали товарооборот 1500 на 4 плюс 1500. Это у нас получается столько? 6-7,5 тысяч. То есть мы не вышли на 16% по этой шкале, но мы уже сделали 14%. Поэтому в этом случае у нас бонус будет 14%. Давайте посчитаем, какой же доход будет на этом уровне. Смотрите, мы считаем 14% от бонусной основы личной. Ваша личная бонусная основа 9750 баллов. Вернее, гривен. И 14% от этой суммы, это выходит вот такая вот сумма, 1365 гривен. Вот, плюс от каждого партнера, от оборота каждого партнера вы имеете разницу. То есть у вас уровень 14%, у вашего партнера уровень 9%. 14 минус 9 равняется 5%. Поэтому вы имеете разницу с товарооборота. То есть вы имеете 5% с товарооборота, допустим, вот этой вот группы. В таком случае получается, что вы имеете 5% с 9750 гривен. Это выходит 488 гривен. И так как у вас 4 таких группы, ваш доход составляет 1952 гривны за разницу. Плюс суммируется доход от личного оборота. Именно в таком случае ваш доход от сети будет равняться 3317 гривен. Наша задача, конечно же, поставить как можно шире линию, первую линию. И тогда получается вот эта вот разница будет больше. Если бы у вас, допустим, делало, были люди не на 9%, а на 3%, понятно, что их нужно было бы больше в первой линии, то, соответственно, доход бы ваш был больше. Но здесь понятно, что мы зарабатываем, когда зарабатывают наши партнеры. И наши партнеры тоже хотят больше заработать. Поэтому мы должны помогать людям. Я хочу показать пример своего дохода. Вот буквально за февраль. Просто на реальном примере хочу вам показать, как можно посчитать свой доход. Здесь вот есть с моей первой линии те люди, которые сделали оборот в феврале. И можно посмотреть. Обратите внимание, вот такой, кстати, документ вы можете скачать у себя в бэк-офисе на сайте компании. А если зайдете в меню услуги, там есть бонус онлайн. Вот вы можете скачать каждый месяц и можете просто посмотреть, какой у вас доход, растете ли вы или не растете. Итак, смотрите, что здесь у нас есть. У нас есть люди, которые в первой линии сделали оборот. И вот здесь есть их СП, то есть их баллы. Здесь есть бонусная основа. Здесь есть уровень их. У нас на украинском языке ступень, то есть уровень. То есть, вот допустим, Олег Букрей вышел в этом месяце на 6%. Ему выплачено 158 гривен, 3 копейки. Мой бонус, так как я, если посмотреть, да, вот здесь сумма, на этом, при этих оборотах я на 21%, да, максимально по этой таблице. Мой бонус с этой группой составляет 394 гривен на 91 копейку. Вот есть, допустим, Алексей Короленко, который сделал всего лишь 7 баллов, да, и он не вышел даже на 3%. И понятно, что и бонус у него 0, ничего не получил. Но так как у меня 21%, да, то с этого оборота я имею как с личного, то есть 21%. И даже с такого небольшого оборота мне насчитали вот такую вот небольшую сумму, 9 гривен, 45 копейки. И так далее. Можно посмотреть по каждому партнеру. Здесь, видите, да, у меня есть 6%, 9%, 14%, 3%. То есть, в принципе, самые разные люди, которые делали определенные обороты. Да, и есть разные доходы также. Есть, допустим, Григорий Баширов, которому насчитано было там 4, почти 4,5 тысячи гривен на уровне младшего менеджера и так далее. Здесь включается на этом этапе, да, когда вы делаете уровень младшего менеджера и выше и держите 3 месяца, вы становитесь на автопрограмму. Автопрограмма – это отдельная тема, не моя тема, сейчас я не смогу вам полностью ее рассказать, но в двух словах я затрону, что на уровне 21%, когда у вас выполняются условия младшего лидера группы, то есть у вас есть 6 бонусных ног, да, бонусных линий, то и 250 баллов личного оборота, то вы получаете автобонус. Вот здесь он так вот называется, и он составляет 2650 гривен без одной копейки. И в итоге мне за этот месяц компания заплатила 11 458 гривен 45 копеек. Вот, то есть суммировались все бонусы, в том числе автобонус, и вот получился вот такой вот исход. Ну что, поехали дальше. Дальше у нас следующий бонус, интересный, потому что он включается уже чуть-чуть дальше. Это лидерский бонус. Сейчас я его рассмотрю также на примере. Итак, как может выглядеть ваш бизнес через 6 месяцев, если вы активно будете трудиться? Обратите внимание, здесь вот группа из какого-то количества людей, которые делали определенный оборот. Вот, суммарно, ваш групповой оборот будет более 16 тысяч баллов. То есть вы сделали 21%, и если вы выполнили условия, у вас будет 8 бонусных линий, то вы стали лидером группы. Вы получаете поездку, если продержите 3 месяца этот уровень, поездку в Германию, да, и определенные еще бонусы. Сейчас мы их рассмотрим. Давайте посчитаем, как по предыдущему примеру, да, у нас есть несколько групп по 14%, которые вышли на 14%. Таких групп 3. Да, у нас есть 3 группы, которые вышли на уровень 6%. Вот они. Вернее, 4 у нас, 14% и 4. Просто один из них сделал 5 тысяч оборотов, а остальные 3-4 тысяч. И есть у нас еще один человек, 3% и все. Давайте посчитаем точно так же мы имеем разницу процентов. У вас 21, у этого партнера 14. Вы имеете 7% с его товарооборота. Вот, в данном случае это выходит 1820 гривен. С 6% вы имеете 15% разницу. То есть 21 минус 6 получается 15. И вы в этом случае имеете с этой группой 488 гривен. Из 3% вы имеете 18% разницу. В нашем случае это 293 гривен. Обратите внимание, разница больше, да, 18%, все-таки больше, чем 7%. Но так как товарооборот здесь совсем небольшой, и сумма выходит незначительно, да, 293 гривны. Здесь разница меньше 7%, но зато большой товарооборот. Поэтому получается у нас вот такая вот, ну, более приличная сумма. Итак, давайте посчитаем. В данном случае вы имеете 21% за личный оборот. Да, в нашем случае это 9750 гривен бонусная основа. Вот. Если посчитать гривны, 21% с этой суммы составит немножко больше 2000 гривен. Второй вид бонуса за разницу процентов, вот здесь он суммирован. Как я сказал, у нас есть 3 группы по 14%, которые сделали 4000 баллов. Но вы с них будете иметь по 1820 гривен. Плюс у нас еще есть одна группа, которая также на 14%, но она сделала 5000 баллов. Вы с нее будете иметь 2275 гривен. За 3 группы по 6% вы будете иметь по 488 гривен, то есть 3 умножить на 488. И у нас есть один трехпроцентник, с которого вы имеете 293 гривны разницу, да, и это все суммируется. Если суммировать вот эти все бонусы, да, у нас получится 9492 гривны. И у нас включается третий бонус, лидерский бонус, да, когда вы делаете оборот группы более 16000 баллов, добавляется лидерский бонус, он составляет 3%. В нашем случае товарооборот составляет 121000 гривен, бонус на основе, да, и 3% с этой суммы выходит вот такая вот сумма, 3656 гривен. Вот есть определенные условия, если вам нужен боковой отрыв, то есть боковой оборот. Боковой оборот, его называют остаточным оборотом. Это очень важное понятие, и для того, чтобы максимально зарабатывать в компании LR, вы должны постоянно заботиться о том, чтобы у вас был большой боковой отрыв. То есть у вас в идеале должно быть всегда больше 12000 баллов. Тогда вы будете забирать все бонусы, и ваш бизнес будет очень хорошо развиваться. Да, я согласен. На этом уровне 15196 гривен – это уже очень такие неплохие деньги. У нас в Украине есть люди, которые зарабатывают эти деньги, в России таких уже очень много, поэтому есть к чему стремиться. Ну что, поехали дальше, дальше будет интереснее. И дальше, конечно же, у нас есть специальный бонус. Знаете, ради этого бонуса многие люди строят этот бизнес. И в некоторых компаниях этот бонус называют пенсией или пассивным доходом или так далее. Ну, почему пассивный, я немножко позже расскажу. Специальный бонус – это бонус, который вы получаете с лидеров, с 21 групп, с групп, которые выходят на уровень 21% под вами. Рано или поздно какой-то человек, которого вы пригласили, вы ему помогли, он также выйдет на уровень 21%. И если вы внимательно слушали, вы поймете, что 21 минус 21 получается 0. Правда? Ну и компания, понятно, это предусматривает, чтобы мы были заинтересованы воспитывать лидеров. Конечно же, она добавила еще один бонус, который называется специальный бонус. Сейчас я вам покажу, что это за бонус. Это очень интересный доход. Итак, в нашем примере. Такой бизнес может быть у вас уже через год примерно. У кого-то быстрее, у кого-то медленнее. Все зависит от вашей работы. Итак, в нашем примере у нас получается есть структура, есть люди, которые вышли на разные уровни. Кто-то вышел на 14% с 4000 баллов, кто-то вышел на 14% с 5000 баллов, 6% у нас есть в структуре процентов, 3%. То есть, в принципе, люди самые разные и у нас есть один человек, который вышел на 21%. Да, и его товарооборот составляет 130 тысяч гривен бонусная основа. Давайте посчитаем, да, что в таком случае произойдет с нашим бонусом. Как и в первых примерах, бонус за личный оборот составит 21% с вашего личного оборота. В нашем случае это 1500 баллов. И в этом случае ваш бонус составит 2048 гривен. Личный оборот также нужно стараться делать как можно больше, потому что этим вы показываете свой пример. И вас будут просто копировать ваши партнеры. Если вы не будете делать личный оборот, то, скорее всего, ваша группа будет делать тоже очень маленький личный оборот. Поэтому я вам рекомендую научиться делать 250 баллов минимум. Ну и затем, конечно же, стараться увеличить. Увеличить этот личный оборот. У нас есть отличные инструменты для этого. Это тестовые паки. Если вы будете использовать 2-3 тестовых пака, вы сможете делать 250 баллов вообще без проблем. Ну и даже 1500, как в этом примере. Итак, дальше у нас идет бонус за разницу уровней. В этом случае расписано точно так же, как в предыдущем. Я не буду это все оговаривать. За исключением одной группы. Вот этой группы. Да, и я думаю, вы уже понимаете, потому что здесь 21 и у вас 21. Поэтому разницы, в принципе, нет. Здесь также есть 3% лидерский бонус. Да, потому что товарооборот группы вашей больше, чем 16000 баллов. Да, и этот лидерский бонус с 3%, вернее, с 95 тысяч гривен, в лидерский бонус не учитывается оборот вот этой вот группы. Да, вы получаете 3% за остаточный оборот. То есть за оборот тех людей, которые не вышли еще на 21%. Это очень важный момент, остаточный оборот. Я еще раз хочу привлечь ваше внимание. Это очень важный показатель. Если вы немножко глубже подумаете, то остаточный оборот, он идет как раз откуда. Я хочу услышать, увидеть вернее, от чего зависит остаточный оборот. Можете написать в чат, по вашему мнению. Есть какие-то варианты. Если партнер после выхода на 21% со временем перестает работать, ну, конечно же, если он держит оборот 21%, то будет все нормально. Если он перестает работать, и его группа перестает работать, а, как правило, эта группа более 100 человек. Да, и, ну, редко такое бывает, что резко все прям рушится. Но не питайте иллюзий, скорее всего, если он перестанет работать, и под ним нет лидеров, то оборот, скорее всего, будет постепенно падать. Итак, я вижу, да, первые линии, количество первых линий. Действительно, вы правы. Первая линия, широкая первая линия – это основа. Если у вас будет широкая первая линия, у вас не будет проблем с остаточным оборотом. Как раз вот лидерский бонус насчитывается на остаточный оборот. Да, в нашем случае это 3% на 95 тысяч гривен, и это выйдет 2876 гривен. И вот четвертый бонус, тот, о котором я говорил, тот, который самый интересный, и, если вы обратите внимание, он является самым таким весомым. Да, это 7% с товарооборота этой группы. Да, в нашем случае это 7% со 130 тысяч гривен, и это выходит 9100 гривен. В таком случае ваш доход составит 21696 гривен. В этом примере. Понятно, что если у вас будет больше групп, то у вас будет больше этих специальных бонусов. Специальный бонус компании LR очень придуман умно. И я не встречал, честно говоря, компаний, где именно вот такого размера специальный бонус. И причем он постоянно мотивирует партнеров, чтобы они делали как можно больше 21 групп под собой. Потому что если у вас одна группа, вы получаете 7% специальный бонус. Если у вас больше групп, этот процент будет расти. На следующем этапе у вас будет 8,5, 9 и до 10. Если у вас 12 групп, вы будете иметь 10%. И это очень-очень здорово, это очень весомый флаг. Итак, давайте посмотрим нашу карьерную лестницу после 21%. На этом уровне, такой же лидерский уровень, включаются следующие бонусы. И, допустим, если вы 6 месяцев подряд продержите оборот 24 тысячи баллов, вы становитесь лидером организации, у вас уже включается другая автопрограмма. Это Mercedes-Benz C-класса. Вам ежемесячно будут платить автобонус не 2,650, как за Volkswagen Polo, а 8,5 тысяч гривен. Опять же, здесь обратите внимание, у вас должно быть 12 бонусных линий. То, о чем я говорил. Первая линия может, широкая первая линия может вам обеспечить 12 бонусных линий. Я знаю, что есть такие партнеры, которые делают большой оборот, больше, чем 24 тысячи баллов, но у них недостаточно первых линий, бонусных линий вернее, и они не квалифицировались на Mercedes. И они не стали лидером организации. Поэтому желательно эту проблему решать на первом этапе, поэтому ставьте широкую первую линию. Но для этого нужно научиться спонсировать, конечно. Итак, на этом уровне вы становитесь лидером организации. Да, вы можете поехать в поездку от компании. И самое главное, что доходы здесь уже более приличные. Так, здесь я вижу вопрос. Да, 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 действительно. Спасибо, Андрей. Да, условия. Нужно смотреть в маркетинг-плане. Конечно, автобонус будет выплачиваться, если вы оформили Mercedes. Итак, что дальше? У нас есть следующий бронзовый лидер организации. Это если у вас, опять же, 12 бонусных линий, и 2 из которых имеют уровень 21%. Плюс боковой оборот, то есть остаточный оборот 12 тысяч баллов. Или же равноценная квалификация, если у вас есть 3 группы по 21%. В таком случае вы становитесь бронзовым лидером организации и так далее. Если у вас 4 группы, вы серебряный лидер организации. Да, и вот здесь, знаете, на этом уровне включается уже, ну, что называется, пассивный доход. Потому что если у вас будет больше, чем 4 группы, то уже там необязательный боковой отрыв. Да, потому что вы сможете уже, вот на этом уровне можно уже, что называется, расслабиться. Да, можно поехать путешествовать. Если у вас бизнес правильно выстроен, то ваши доходы будут расти. Я не буду сейчас все расписывать, да, если вы обратите внимание, на уровне золота у вас 7 21 линий, на уровне платины 10 линий, на уровне вице-президента и президента у вас их 12. Вот там есть еще определенные условия. До этих уровней, конечно, дойти еще нужно, да, это не так просто. Вот, и, как правило, люди разбираются в маркетинг-плане, ну, на определенном этапе, да. Я считаю, что для начала, для новичка нужно примерно понимать, как дойти до лидера организации, да, какие нужны условия, ну, хотя бы даже до младшего лидера группы, да. А далее постепенно люди обычно об этом узнают. Но я рекомендую всем все-таки ознакомиться с маркетинг-планом, с брошюрой. Она идет в стартовом комплекте, да, и знать примерно, к чему нужно стремиться. Итак, я хочу показать следующий бонус, глубинный бонус. Да, это уже бонус, который доступен людям в высоких квалификациях, и он очень интересный. Это также бонус 20, с таких же групп 21, да, вот у нас здесь пример, и вы получаете с глубины этот бонус. То есть, если у вас в глубине есть 21 группы, да, люди, которые вышли на уровень 21% и выше, то вы будете получать с этих групп 2%. Я не буду здесь все расписывать, смысл, здесь в нашем примере вы видите, да, расписаны все бонусы, специальные бонусы в том числе. Если вы обратите внимание, специальный бонус, ну, является самым весомым, да, потому что здесь в нашем случае 4, в первой линии 4 человека, которые вышли на уровень 21%. Да, и с них вы имеете 88 тысяч гривен. Вот я хочу больше вам показать, наверное, на примере, на примере нашего, одного из лидеров нашей системы Андрея Веденьева, да, вот я показал его чек, чек за 31 декабря, да, то есть за декабрь, и вот здесь расписаны все бонусы. Давайте посмотрим, в принципе, какие же бонусы входят в его вот такой вот неприличный, я бы сказал, бонус, неприличный в плане размера. Здесь в рублях, конечно же, потому что в России зарегистрирован партнер, но давайте посмотрим. Итак, первая разница бонусных процентов, да, из прямых продаж, то есть его личного оборота. В этом месяце он сделал вот такой вот оборот, 7 946 рублей, и он имеет 21% с этой суммой. И это вот такая вот незначительная сумма идет в его бонус. Дальше с группы, то есть групповые бонусы. Разница бонусных процентов, да, здесь вот есть объем, разница бонусных процентов, и есть сумма вознаграждения. Это доход, который он получил от того так называемого бокового отрыва, да, то есть от тех людей, которые не вышли еще на 21%. Далее идет специальный бонус. Обратите внимание, какой оборот, какой оборот специального бонуса, да. То есть, насколько я знаю, у Андрея Веденева уже было на этот период около 7 линий, которые вышли на 21%, и бонус у него не 7%, а 8,5. То, о чем я говорил, чем больше линий выходит на 21%, тем больше этот специальный бонус. В этом примере 249 972 рубля как раз вот с этих лидеров, с этих 21 групп идет бонус его, да, серебряный бонус. Да, это тот бонус, который глубинный при условии, что у вас есть минимум 4 ветки по 21%. Если я сейчас выражаюсь как-то вот, как Андрей говорит, птичьим языком, то, скорее всего, вы сможете потом пересмотреть эту запись через месяц, через два, и вы сможете, ну, более глубоко понять. Вот, потому что есть некоторые моменты, которые на первом этапе, они не совсем понятны новичкам, и если вы еще пока не разобрались в этих всех понятиях, вы просто сейчас увидите какие-то цифры, я думаю, они вас замотивируют, и замотивируют вас для того, чтобы вы изучили маркетинг-план. Вообще знать маркетинг-план очень важно, потому что из-за незнания мы просто можем иногда потерять какого-то кандидата. Особенно если вы общаетесь с людьми, которые имеют опыт в сетевом бизнесе, и просто из-за незнания вы можете, ну, действительно, не показать ему нашу классную возможность. Итак, дальше у нас идет бонус за обучение, мы сегодня его не будем рассматривать, но на определенных уровнях такой бонус также идет. Да, это можно посмотреть в брошюре маркетинг-план. И автобонус тоже мы договорились, сегодня мы его не рассматриваем. Да, в этом случае это 42 тысячи рублей. В итоге получается вот такая вот сумма, 577 тысяч рублей Андрей Веденев получил за декабрь 2013 года. Вот здесь вот на этом примере очень хорошо видно, что львиная доля – это как раз специальный бонус. Поэтому основная задача людей, которые приходят за серьезными деньгами, это, конечно же, стать лидером и воспитать у себя в глубине таких же лидеров. Тех людей, которые будут получать автомобили, которые будут делать хорошие обороты, да, и которые будут работать, в принципе, невзирая на вашу активность. И, насколько я знаю, Андрей Веденев последние 2 года позволяет себе на 4 месяца уехать в теплые края, в Таиланд, в Испанию и отдыхать, и с помощью интернета поддерживать свой бизнес. Ну и, конечно, не только поддерживать, еще и развивать. Вот поэтому это очень классный пример действительно пассивного дохода. Ну и, конечно же, успех не случайность. Знаете, вот в этом маркетинг-плане я не смог показать более глубоких бонусов, да, потому что есть и платиновый бонус, и, ну, более серьезный бонус, годовые бонусы, да, которые могут составить очень хорошие деньги, да. И вы сможете увидеть эти бонусы, вы можете увидеть на фотографиях, да, когда люди с большими чеками на сценах их признают. Это как раз вот эти годовые бонусы. Это те бонусы, которые начисляют раз в год, но на определенном уровне. То есть обычно первая цель у партнера – это 21%, да. То есть не просто 21%, а младший лидер группы. Вот это та цель, к которой стремятся люди на первом этапе. На этом уровне, в принципе, ваш доход уже более 1000 долларов, если правильно вы строите бизнес с широкой первой линией, да. У вас уже полностью оплаченный Volkswagen Polo. И вы уже, ну, скажем так, профессионал, как правило. И, конечно, ваша задача, если вы научились сделать такой оборот, да, если у вас есть уже автомобиль, ваша задача – научить своих партнеров делать то же самое. И для того, чтобы научить своих партнеров делать то же самое, у нас есть инструменты, у нас есть вот такие вот онлайн-школы, на которых вы сейчас присутствуете, у нас есть живые мероприятия, которые проходят в крупных городах, да, и у нас есть бизнес-дни. Вот как раз я хочу сделать небольшой анонс. У нас 24-го числа в Кривом Роге будет бизнес-день, на котором будет присутствовать специальный гость Вадим Сокровищук, да, это тот человек, который за первые три месяца закрыл уровень 21%, да, и уже полностью квалифицировался на Volkswagen Polo. Поэтому, если вы имеете знакомых в Кривом Роге, да, или если вы там живете, вы просто постарайтесь не упустить, и как можно больше людей привести на это мероприятие. Также 31-го мая у нас будет мероприятие в Донецке, на котором будет приглашенный гость Евгения Харольская, да, и в этот же день, 31-го мая, будет мероприятие в... Да, точно, спасибо, Андрей. Действительно, он не просто, а стал третьим человеком в Украине. Это очень важно, потому что те люди, которые делают первыми что-то, они всегда делают самую большую работу. Также 31-го числа будет мероприятие в Харькове, это мероприятие от компании, да, на которое тоже приедут лидеры, и это мероприятие будет бесплатным, насколько я знаю, это можно посмотреть в бэк-офисе. И, конечно же, я хочу сказать, что у нас в преддверии 21-го июня будет большая-большая годовщина, да, то есть это будет огромное мероприятие, на которое приглашены просто звезды, звезды нашего бизнеса. Это Генри Херман, это человек номер один в России, человек, который побил все рекорды в ЛР за 28 лет, и учиться у такого человека за 50 гривен, но мне кажется, я не знаю, это просто кому сказать, просто не поверят. Поэтому, ребята, если вы хотите, чтобы вы вышли на 21%, вы просто-просто должны привезти туда своих людей. Да, да, действительно, автор Вадим Заковичук, автор велосипедной программы, которая была озвучена даже в Германии нашим вышестоящим спонсором Генрихом Эрманом, и я думаю, это повод для гордости, для гордости, особенно ребятам с Кривого Рога, потому что они смогут привезти туда своих партнеров, своих кандидатов. И это круто, и вот Вадим действительно этим гордится. И я думаю, еще очень много-много лет мы будем вспоминать про это, про эту велосипедную программу, потому что, ну, это действительно показатель. И что я хотел сказать. И также 1-го числа, 1-го июня у нас пройдет региональный бизнес-день в городе Винница, поэтому, ребята, приезжайте, люди, которые живут в окрестностях Винницы, Хмельницкий, ну, и так далее, те города, которые рядом, обязательно-обязательно приезжайте, привозите своих людей, я там буду 100%, и, ну, скорее всего, там будет Андрей Харольский, поэтому прокачаем Винницу. Ну, конечно же, ваша задача продать как можно билет, как можно больше билетов. Нет, тема будет другая абсолютно, мы стараемся делать бизнес-дни, чтобы они, ну, на каждый бизнес-день давать что-то новое. Вот, понятно, что есть основы нашего бизнеса, без них никак, и поэтому какие-то вещи, может быть, пересекаются. Да, но я скажу так, вы, посещая бизнес-дни, вы просто набираетесь опыта, и вы, можно сказать, знаете, ну, очищаетесь, что ли. Ну, вот, допустим, вы, когда пачкаетесь, да, вы что делаете? Вы идете и моетесь. Вот то же самое у нас в бизнесе, да, у нас, если вы проводите встречи, вы какой-то негатив хватаете, и со временем у вас падает ваша мотивация, и уверенность пропадает какая-то, да, но если вы еще не лидер, то вот бизнес-дни помогают вам, ну, умыться, что ли, очиститься, поэтому я вам рекомендую не пропускать бизнес-дни, даже если вы идете сами, даже если у вас нет партнеров, кого отвезти, просто посещайте эти бизнес-дни. Вот, поэтому это очень важно, мероприятие, это самое-самое важное, самый сильный инструмент, который вы можете использовать для построения бизнеса ЛР. Ну, и хочу завершить, конечно же, свою школу тем, что все-таки 21-го числа мероприятие, которое будет в Киеве, это будет знаковым мероприятием, да, туда приглашены очень сильные-сильные люди, и на следующий день будет Академия младших менеджеров. На эту Академию могут попасть люди, которые квалифицируются в этом месяце, поэтому у нас осталось еще полмесяца. Ребята, давайте, кто не квалифицировался, у вас есть очень хороший шанс попасть на это узкое обучение от лидеров, да, и вот там вы сможете узнать маркетинг-план, ну, просто по полочкам, потому что мне посчастливилось быть на такой Академии и от Томаса Херсона, то, что я услышал, я понял, что мы действительно в правильной компании и в нужное время, поэтому маркетинг-план ЛР – это очень сильный инструмент, да, я рекомендую его изучать, и, конечно же, постарайтесь быть на Академии младших менеджеров, потому что кроме маркетинг-плана вы получите и другие навыки, которые доступны только людям, которые квалифицировались на уровень младшего менеджера. Ну что, друзья, успех не случайность. Я вам рекомендую, эта школа будет в записи, я вам рекомендую, кто не понял, пересмотреть ее. Конечно же, используйте брошюру, брошюру, которая у вас есть в стартовом пакете, там все подробно расписано. Я вам рекомендую перед сном просто читать хотя бы пару недель. Что, друзья, спасибо вам за внимание, мне было очень приятно работать для вас. До скорых встреч, увидимся в Виннице, увидимся в Киеве, увидимся на мероприятиях. Спасибо огромное, до скорых встреч, удачи вам!